В китайской провинции Хунань продолжается молодежный форум. Делегация Приволжского федерального округа насчитывает более 130 человек. В ее составе студенты трех чувашских вузов. У ребят очень насыщенная программа. Они уже побывали в музеях, учебных заведениях, на многих предприятиях. Среди них две компании в городе Чиньша, куда попала на экскурсию и наша съемочная группа. Это не аппарат коммунальной техники, а витрина китайской компании «Зом Леон». Далеко не полная. Предприятие занимается разработкой и производством высокотехнологичного оборудования для строительства, коммунального и сельского хозяйства, энергетики и других отраслей. Причем в двух сегментах китайские машиностроители в числе мировых лидеров благодаря смелому полету инженерной мысли и инвестиционной активности. К примеру, этот бетонный насос может подавать раствор на высоту до 100 метров. У компании несколько дочерних предприятий за рубежом и в общей сложности 30 тысяч сотрудников. Всех, кто попадает на предприятие в Чэньше, первым делом ведут в музей. Корпоративную историю здесь знают и чтут. На почетном месте техническая документация на русском языке. В середине прошлого века специалисты из Советского Союза приезжали в Чэньшу, чтобы помочь братскому китайскому народу наладить производство дорожной техники. Кстати, не только в Чэньшу и не только дорожной. Российско-китайским отношениям 70 лет. И на определенном этапе обмен опытом в области производства технологий был очень активным. Сегодня китайцы всему могут научить сами. Трудно поверить, но придется. 57-этажное офисное здание компания БРОД построила за 19 дней. Ролик, подтверждающий это, весьма популярен в сети. Не просто построила, но и буквально нашпиговала системами энергосбережения и воздухоочищения, начиная от термоизоляции стены кровли и заканчивая необычными лифтами, которые позволяют вырабатывать энергию при спуске кабины. Кроме того, предусмотрены специальные системы очистки воды и ее повторного использования, теплообмен между внешней и внутренней средой и очистка внутреннего воздуха, направление, на котором давно специализируется компания. Такие деликатные по отношению к экологии системы используются и в России. Среди партнеров БРОД, Газпром, Яндекс и другие крупные корпорации. Конечно, большинство их сосредоточено в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, на юге страны. Но потенциал есть. Обычно срок окупаемости зависит не только от стоимости оборудования, но и от тарифных условий в конкретной стране. У вас в России цена на топливо стоит очень дешево. И хотя сейчас наблюдается тенденция повышения, но все еще очень дешево. И обычно такой проект, утилизация тепла для повышения эффективного теплооснабжения, срок окупаемости от 3-5 лет. Будущим инженерам, электронщикам и просто интересующимся младым людям показали центр управления, где ведется постоянный мониторинг работы систем БРОД, установленных по всему миру. Ну и мало кто отказался от удовольствия полюбоваться на Чиншо с высоты 57-го этажа. Елена Гальперина, Андрей Спиридонов, Республика, из Китая.